Всем привет! Вы на канале A handful of boys и в сегодняшнем нашем видео мы рассмотрим такую фракцию как Когти Императора Talons of the Emperor в новом киллтиме 2021. Как они себя чувствуют и возможно даже как за них играть. И начнем мы наш рассказ с небольшой предыстории. Дело в том, что как только киллтим новый вышел, то кустодианцы неожиданно стали самой его сильной фракцией. Их финрейт колебался где-то около 80 процентов и победить их казалось невозможным для большей части фракций. Игроки ныли, говорили, что кусты сломаны, против них невозможно играть. Игроки за кустов же отвечали, что нет. На самом деле фракция вполне балансная, просто против нее надо уметь играть, уметь затачиваться. В итоге на звуки срача побежала Games Workshop и решила, что единственным адекватным решением будет просто нерв кустов, что оно, соответственно, и сделало. Но, стоит отдать должное, кусты оказались все-таки настолько сильной фракцией, что даже несмотря на минорный нерв, они были и остаются одной из самых сильных фракций в новом киллтиме. Что же делать их такими сильными? Можете вы спросить. Let's find out. Итак, команда Talents of the Emperor, хотел сказать кустодианцев, но это не совсем верно, состоит из двух фракций. И у вас есть, соответственно, два типа фракций на выбор. Первая, это команда кустодиангардов. Просто два кустодианца. Или же вы можете взять пятерку сестерой тишины. То есть, соответственно, у вас может быть комбинация четыре куста, два куста, пять сестерой тишины и десять сестерой тишины. Ну что ж, сейчас рассмотрим каждую из них поближе. И начнем мы, соответственно, с кустодианцев. Кустодианец сам по себе это модель с шестым мувом, третьим АПЛ, третьим дефенсом, вторым сливом и восемнадцатью вундами. Даже на таком базовом уровне уже можно заметить, что кустодианец это самая толстая и жирная модель в нынешнем киллтиме. Помимо того, что у нее восемнадцать вундов, то есть гигантское количество, которое снять и так не то чтобы очень просто, так у нее еще и второй сейв. А в условиях нынешнего киллтима, где характеристику сейва никак нельзя модифицировать, то кустодианец это чуть ли не единственная модель в игре, которая всегда гарантированно сейвится. Если ей хватает дефенс дайсов. Соответственно, кустодианец может взять либо копье, либо щит с мечом. А о каждой из этих заказчик мы поговорим чуть подробнее, чуть подальше. И помимо этого, есть ряд обилок. Точнее, обилка всего одна имеется, а вторую вы можете получить. Итак, The Emperor's Chosen, избранный император. Эта модель никогда не считается раненой. В принципе. И никогда не аффектится станом. Что же это означает? Что помимо того, что с этой модели и так очень тяжело снять лунды, если у противника это все-таки удается, то, соответственно, Инджо и ваш кустодианец все равно не получает. И тут важно даже скорее не то, что он будет всегда стрелять на 2+, а не на 3+, хотя это, безусловно, тоже иногда решает. Главное это скорее то, что он всегда двигается на 6 дюймов и всегда чарджет на 8 дюймов. Но в анкилтиме дальность передвижения неожиданно оказывается очень важна. И также, благодаря тому, что он игнорирует всяческие станы, он всегда имеет свой 3-й АПЛ, что позволяет ему очень хорошо скорить точки. Перебить куста очень тяжело. И помимо этого, если он берет шторм-щит, то, естественно, он получает обилку шторм-щита, то есть четвертый инвуль, и возможность парировать одним кубом 2 куба противнику. Итак, как мы уже выяснили, у нас есть две вариации. Куст с копьем и куст с мечом и щитом. Что же лучше? Сейчас поглядим. Итак, копье, соответственно, обладает... Ну, вообще всего уже кустов обладает двумя профилями стрелковым и, соответственно, хтхшным. Итак, начнем с копье. У копья в стрельбу 4 выстрела на 2+, дамаг 3-5. И помимо этого, на кайты вы получаете АП1. Итак, несмотря на то, что характеристика дамага может показаться не очень высокой, но учитывая, что вы попадаете на 2+, вы, скорее всего, просто перекидываете дефенс противнику. То есть вы попадаете 4, у противника всего 3 куба на сайвы, 3 дамага вы уже автоматом занесли. Если вдобавок вы еще где-то принесли шестерку, то вы автоматом занесли или 6, или 8 дамага. А это очень серьезно. И в хтх же копье бьет целых 5 атак и все так же на 2+, с бешеным дамагом 5-7 и не менее бешеной обилкой летал 5+. То есть, соответственно, на каждую пятерочку вашего противника в хтх будет прилетать уже 7 дамага. И копье находится как раз в том интересном положении, что оно в целом без ответки убирает достаточно большую часть моделей в игре. То есть это все семилундовые бомжи. Это имперские гвардейцы с Китарии, по-моему, эльдары, хотя я точно не помню, и ряд других, соответственно, моделей. Что, несомненно, очень сильно. Но и даже если это не та модель, которую вы убираете с одной тычки, то есть, допустим, Мара, тем не менее вы также убиваете Мара с двух попаданий. Что, несомненно, очень сильно. Меч же, на первый взгляд, во всем хуже. Дамаг у него 3-4, ну, поменьше на кайте, и рейндж у него всего 6. Но рейндж на самом деле не такая большая беда. Как ни странно. Хотя, конечно, она чуть-чуть подрезает эффективность мяча. Тем не менее. И дамаг у него тоже уже солидно меньше. Это 4-6. Но спасибо все так же лету 5+. То есть, соответственно, уже ни одну модель куст с мячом не убивает с одной пички. Но зато за правила щита он может у противника 2 куба, которые он попал, просто убрать, и после этого без ответки его добить. Проблема в том, что это не всегда работает. То есть, допустим, противник кинул 3 куба и в 7 попал. Тогда вы так или иначе получаете ответ на рейндж. Тем не менее, против каких-то более крупных целей, там по типу, я не знаю, тех же самых маров, там хтхшный какой-нибудь прибежал чемпион, то курс со щитом целом может ему, типа, отбить кучку атак и получить солидно меньше рейнджа. Но тогда проблема в том, что вы третите много кубов на то, чтобы парировать, и не убиваете этого самого чемпиона ХСМ, хотя могли бы его убить с того же самого копья. Так у нас в РСУове есть некий паттерн, то есть курс со щитом, он как бы больше терпит, но меньше наносит варьона. Курс с копьем наносит намного больше варьона, но чуть похуже живет. И это утверждение, допустим, действительно равно против какой-нибудь фантомной мельты, у которой АП-2. То есть, когда в обычного кустодианца прилетает, предположим, 3 выстрела с мельты, он может кинуть всего 1 свой 2+, 2 в него заходит автоматом. И сделать он с этим ничего не может, увы. Когда же мельта прилетает кустодианца со щитом, у вас есть шанс кинуть свой 4-й тейнг. В статистику вы также кидаете 1, и у вас еще остается шанс кинуть 2-й, невозможно кинуть 3-й. То есть, в теории вы можете просто отсыривать мельту, чего не может себе позволить куст с копьем. И это, безусловно, делает щит весьма эффективным против стрельбы со 2-й маппе. Но стрельбы со 2-й маппе не то чтобы очень много, намного больше стрельбы с 1-й маппе. Это какие-нибудь фантомные плазмы. И вот против плазмы ситуация уже совсем не такая радужная для щита. То есть, ограбляя, у вас есть шанс или кинуть 2 куба на 2+, или 3 куба на 4+. И, как ни странно, чаще всего лучше кидать 2-2+, потому что больше вероятность кинуть 2 этих несчастных куба. А 4-й инвули можно, в принципе, все завалить. Тут все-таки разница слишком большая, и идти на нее не всегда хочется. Идти на риск, используя ту разницу, не всегда хочется. Вот. Что, соответственно, делает щиты какими-то не то чтобы сильно эффективно полезными. Увы. Вообще, стоит отзывания отметить, что АП-1 и АП-2 и, в принципе, любое оружие, которое каким-то образом может получить АП, очень сильно вредит кустам. И они действительно испытывают трудность против фракций, у которых очень большое количество АП доступно. То есть, например, те же самые ХСМ. Ну и, естественно, второй самый главный вред кустов — это единицы. Помимо всего этого, кусты, как и все остальные фракции, имеют доступ к стратегическим блокам и тактическим. Соответственно, стратегические блоки у них, хочется сказать, не из самых сильных в игре, но это спорный момент, поэтому я не буду так говорить. Итак, первое. Aegis of the Emperor. Соответственно, вместо того, чтобы получить критический дамаг, вы можете получить нормальный дамаг. То есть, формально у вас прилетел корид с плазмы, вы получаете не 6 дамага, а 5. Важно, что вы можете выбирать, применять эту обилку или не применять. То есть, если у вас формально прилетает какая-нибудь мельта, то вы не получаете 10 дамага с нее, вы получаете нормальная 7, сколько ей нужно. Соответственно, эта стратегическая блоки, точнее, позволяет вам жить еще лучше, чем вы уже жили. Потому что неожиданно, даже минус 1 дамаг порой очень часто может порешать. Помимо этого, эта стратегическая блоки очень хороша, когда вы понимаете, что сейчас противник обрушит на вас мощь. оружие, у которого есть большая разница между обычным дамагом и критикал дамагом. То есть, для примера, это те же самые павер вэпаны, или, предположим, какие-нибудь поцелуи орликинов, у которых обычный дамаг 3, а критический 7. Как бы, разница в 4 весьма солидна. И, помимо этого, вы получаете вторую стратегическую блоки, одна, ну, самая сильная, фактически, для кустов. Точнее, нет, как сказать. Одна из самых сильных в эгаре. Вот, на самом деле. Потому что все ваши адептус кустодес могут повторять действия стрельбы и повторять действия файта в ктх. Учитывая, что вы и стреляете очень хорошо, и даетесь еще лучше, это позволяет наносить какой-то вешеный дамаг по столу. То есть, ну, это, понятное дело, чуть лучше бафает стрельбу. То есть, вы как бы со стрельбы убили с первой одного бомжа, со второй стрельбы убили второго бомжа. С файтом, конечно, чуть похуже, потому что чаще всего противник не переживает даже первую файт-активацию кустодианца. Но, допустим, если вы почаррежили две вражеские модельки, то у вас есть шанс убить одну и потом убить вторую. Что, несомненно, очень круто. Далее. Тактические плойки. Arcane Genetic Alchemy. Позволяет вам один нормальный сейв сделать критическим сейвом. Очень круто. Опять-таки, иногда стоит своих денег. И Brotherhood of Demigods. Это та самая стратегема, которую нерфили, соответственно, ГВ. Поэтому тут на слайде неправильный текст. Соответственно, сейчас она позволяет в конце файт-фазы бесплатно совершить действие Overwatch'а или действие файта. Даже в таком виде эта стратегема все еще очень полезна. Потому что, допустим, вы два раза постреляли, кого-то подчарджили, и потом в конце фазы за один кп подрались и убили того, кого подчарджили. Помимо этого, если вашего кустодианца по-чарджили, ну, а пожалуй, об этом далее. И тот же самый Overwatch, то есть вы формально можете пострелять аж три раза за ход одной и той же моделью, тоже очень часто пригождается. Потому что в целом попадать на 2+, попадать на 3+, разница не особо велика. стратегема полезная. Еще лучше усилить ваших кустодианцев вам может помочь эквип. И на самом деле эквип не самый лучший, но тем не менее ему можно надеть применение. И первый и самый полезный тут это Off Parchment, соответственно, переграммент обета, или что-то в таком духе. Соответственно, раз за игру вы можете порулить один кубик. Ну, соответственно, когда модель с этим эквипоментом стреляет, или кидается и вы, или дерется в ХТХ. Ну, то есть формально вы просто добавляете себе КП за три эквипмент-поинта. То есть формально это очень хорошо, потому что вот у вас этот второй сейф несчастный, вот кинули в одну единицу, и за Off Parchment вы можете ее как бы спокойно перекинуть, не тратить на это КП. Что на самом деле дорогого стоит, потому что КП в Kill Team не то чтобы очень много, и любая возможность не получить ворон очень важна. Я лично обычно просто даю три вот этих Off Parchment и радуюсь жизни. Но помимо этого вы можете дать вашему студенту Tangle Foot Grenade. Соответственно, тогда он может делать действие за один APL, которое позволяет вычесть один APL у вражеской модельки в 6 дюймах. Если честно, она выглядит очень перспективно, но я лично просто постоянно забываю про то, что она у меня есть. То есть вот я брал ее несколько раз и постоянно просто забывал ее применить. Да и на самом деле мне кажется, бонус не такой, ну не то чтобы сильно полезный, вам, наверное, лучше просто убить оперативника, который может вам помешать перескорить точку своему APL, чем тратить одно действие, чтобы вычесть ему один. Ну в общем, странная штука. Но тем не менее, не самая худшая. И последняя Тимизайкоиди на самом деле самая странная, потому что она позволяет вам в конце битвы на Тай Плюс кинуть две Марталки в оппоненты. Самое странное тут это именно то, что это происходит в конце битвы. То есть если бы это происходило перед битвой, тогда да, тогда это было бы, наверное, мастхевная штука. Но так, чаще всего, противник просто не переживает ХТХ и так. И кидать в него эти две Марталки не особо важно. Единственное, это может забавно составлять предфорлекинов, которые, типа, прилетели, ударили, отпрыгнули, а вы можете им в догонку на Тай Плюс кинуть две Марталки, но и то это достаточно сомнительно. Пергаменты намного более полезны, все еще остаются. И теперь поговорим об не особо, так сказать, заметных и очевидных преимуществах кустодианцев. Первое, это размеры кустодианца. Кустодианца, это очень большая модель, она видит очень далеко. Это первое. А во-вторых, у кустодианцев есть хохолки. И хохолок, часть головы. Почему это важно? Это важно, потому что в новом киллтиме линия видимости меняется от головы моделя. И голова у куста очень большая. И, соответственно, вы можете видеть намного дальше, видеть через всякие укрытия и вообще чувствовать себя отличным. Теперь вы можете даже видеть куском своего хохолка, так сказать, через угол стены. Но главное, оповестите об этом вашего оппонента, потому что он может расстроиться по этому поводу. И вообще это такой достаточно странный абьюз. Не советую его использовать, но, тем не менее, имейте в виду. Это может оказаться полезным. Другое преимущество кустодианцев это их большие базы. 40 мм это на самом деле действительно достаточно большой размер базы для маленького стола киллтима. Учитывая, что энгейминж равен как бы одному дюйму от базы, то кустодианец действительно покрывает достаточно большую площадь. На столе. И как бы помимо того, что он может завязать две цели, находящиеся очень далеко друг от друга, также кустодианец, севший банально на точку, не дает противнику шанса, другого шанса перескорить, кроме как идти к кусту в хтх. А идти к кусту в хтх для большинства фракций равноценно самоубийству, потому что они скорее сами умрут, чем убьют куста. А если они предположим, его подчарджат и не будут бить, чтобы он не бил их в ответ, то в конце фазы кустодианец просто за брадер, как она называется, да, брадер на самом деле действительно решает. У этого правда есть еще и небольшой недостаток, то есть из-за того, что у куста большая база, он чаще цепляет всякие непорятные руинки и террень, который дает минус 2 к мулу, что, конечно, минус, но тем не менее. Итак, команда из четырех хтх. на самом деле очень даже сильная. Во-первых, она очень хорошо делает первичные миссии. Ну, часть первичных миссий, которые завязаны на том, что вам нужно встать на точке и сидеть на них. То есть Escalation, Archaeotech, Loot & Salvage и часть других миссий делаются ими очень легко. Вторичку они тоже делают достаточно просто. У них два типа Seek & Destroy и Security и Seek & Destroy они делают очень даже легко, потому что убивать в хтх пожалуйста, убивать воежеских лидеров легко, убивать в стрельбу тоже можно, хотя это делает чуть сложнее. Ну и, конечно, стоит поминуть Execution. Execution за кустов это фактически гарантированный victory point. И команды из четырех кустодианцев являются одними из самых эффективных. Недавно в конце ноября в Москве пришел большой турнир по киллтиму. Первое место там заняли соответственно кустодианцы с командой просто из четырех пацанов с копьями. Нужно ли включать команду пацанов со щитами? Вопрос хороший. Лично я считаю, что кустодианец со щитом может оказаться полезен, если у противника очень много хтхшных оперативников или много оперативников с чем-то наподобие мельт. Тогда действительно один чувак со щитом в центре может нормально затанковать и пожить. Так что окончательный вердикт окончательный вердикт четыре кустодианца хорошая сильная команда. И еще также стоит отметить, что кустодианцы сами по себе вот именно в такой форме, то есть четыре гарда мешают противнику выполнять два блока вторичных миссий. Потому что против них практически невозможно сделать секунды сшрой и очень тяжело сделать секьюрити. Итак, вот я тут распределился по кустодианцев. А что же с сестрами тишины? На самом деле сестры тишины находятся немного подвешенным состоянием. У нас на выбор есть три типа сестер. Это сестры с болтерами, сестры с огнеметами и сестры с силовыми мечами. Они все имеют в целом схожие даталисты. Рассмотрим это на примере сестры пресекьюторши. Итак, сестра в базе это модели с шестым мувом, вторым апрел, третьим дефенсом, третьим сливом и восьми вундами. Что в целом неплохо, дорогой кусты дянет и убьет ее с одной тычки. Помимо этого, сестры обладают одной важной обилкой под названием Psychic Abomination. Соответственно, в шести от нее нельзя выполнять никакие психические действия и сами сестры тишины никогда не могут быть как-нибудь выцелены или затронуты эффектами психических сил. Что на самом деле делает их очень неприятными оппонентами против всяких тысячи сынов, у которых как раз достаточное количество именно атакующих выцеливающих сил. И вот сестры с болтерами на самом деле неожиданно могут даже пригодиться. Болтеры это не самое плохое оружие, но понятное дело, что лучше не делать пятерых сестер с болтерами. Потому что, как уже видно, стреляют они намного хуже, чем кустодианцы. На них не действует та самая стратагема, позволяющая стрелять дважды. То есть, стрелковый потенциал у них все-таки так себе. Что вообще на них работает? На них работает стратагема Creeping Dread, который соответственно делает ранеными оперативников в трех дюймах от каждой сестры тишины. И одна очень странная тактическая плойка под названием Когти, у которой очень много условий. То есть, формально вы можете активировать одновременно куста и сестру, если при этом куст и сестра в трех дюймах друг от друга, и если они, допустим, в шести от врага, или они в двух от точки. Очень большое количество условий, ради на самом деле достаточно сомнительного КПД. То есть, как бы, и тут сестерой тишины как-то обделили. У них и профиль не то, чтобы как бы рахти. По сравнению с кустом сразу видно, что это какой-то бомж. И их как бы пять. И когда вы берете пять сестерой тишины, вы не берете двух крыльных кустов. То есть, как бы, сестра тишины кажется каким-то выбором сомнительным. А тем не менее, у них есть эквип. И эквип неожиданно очень даже полезный. И я сейчас говорю не о Псайкаут, Гренате, которая какая-то очень плохая и бесполезная, даже против демонов. Я говорю о Writing Faceplate. Соответственно, эта штука позволяет вам раз за игру уменьшить входящий дамаг вашу сестрю на три. То есть, формально у вас вместо восьми вундовой сестры одиннадцати вундовая сестры. А это уже очень много. Фактически, вы таким макаром получаете пять маев в себе в Тилхим. Вместе с двумя кустами. И тут мы должны обратить внимание на сестру виджилаторов с палевыми мечами. Почему же? Потому что сестры вигиляторки могут позволить себе разменяться в ХТХ с противником. У них достаточно много вундов, чтобы перетерпеть ответный удар. И при этом сами они бьют очень хорошо. То есть, это Ледл пять плюс, четвертый и шестой дамаг. Ну да, это обычная ПВшка, но тем не менее. Вы в принципе можете достаточно легко завалить даже какого-нибудь ХСМа. Вы можете очень легко завалить какого-нибудь можете очень легко завалить Орека и при этом остаться в живых. Что, несомненно, очень полезно. И, наверное, именно поэтому сестры с мечами, вот эти вигиляторки, они, наверное, самые полезные сестеры в принципе. Ну и помимо этого они как раз нацелены на то, чтобы идти куда-то вперед к противнику, а вот все вот эти их обилки на Крепин Дред и Псайки Кабонинейшн они работают все-таки вблизи от противника. Ну и в принципе можно взять там трех-четырех сестер с мечами и одну-две с болтерами, чтобы они там настреливали где-нибудь из дрэп-зоны. Отдельно стоит поговорить о сестре супериорише, это лидерше сестеры, соответственно, от обычной она отличается большим количеством бунт, девять, и вторым БСом и БСом на всем. Соответственно, что это означает, что если вы все-таки приняли для себя решение и решили взять к двум кустодианцам пять сестер тишины, то лидерам, несомненно, лучше стоит брать именно сестру, потому что вы получаете с этого больше бонусов, а кустодианец своего лидерства получит только одну вунду, что естественно делает сестру лидершу более приоритетной в спортивной игре. Итак, что же можно сказать о киллтиме из пяти сестер тишины и двух кустодианцев. В целом, не особо больше того, что я уже сказал. Соответственно, у этого киллтима есть определенные преимущества против соответственно команд, у которых большое количество моделей. То есть, если, допустим, какие-нибудь фантомные гвардейцы могут просто перескорить несчастных четырех кустодианцев, то перескорить семь моделей им уже значительно тяжелее. То есть, как бы, играя с сестрами, вы делаете больше упор на скоринг очков. Также стоит отдельно упомянуть, что сестры дают доступ к миссиям Айкон, которые, соответственно, сестры могут делать, потому что кустам не стоит отвлекаться на миссии Айкон. То есть, формально, вы можете сделать такую очень хорошую тактическую команду, настроенную на получение виктори-поинтов. Другая проблема в том, что вы будете меньше дамажить противника и возможно даже меньше мешать ему делать свои миссии. Но это такое спорное достаточно утверждение. Сестры тишины очень хороши против, соответственно, варбковина и тысячи снов. Ну, просто потому, что против половинки вашего киллтима специальные обилки и тысячи снов банально не работают. А сами они даже мешают им, как бы, эти обилки как-то применять. Что, несомненно, очень полезно. Из минусов сестры тишины, несмотря на то, что у них все-таки 11 лунтов, они умирают значительно легче, чем кустодианцы. То есть, сделать некую ударную силу. Точнее как, кустодианец может вытанковать на точке очень много. Сестра может вытанковать на точке все-таки намного-намного меньше. И вы тогда, получается, подгоняете двух сестерек одной точки, а если вы подгоняете двух сестерек одной точки, то вы не разбегаетесь по столу. И, в общем, это создает какие-то странные ситуации. И, понятное дело, самый главный минус сестер то, что они не получают бонуса от, соответственно, как они называются, Peerless Warriors. То есть, они не могут драться дважды и не могут, соответственно, стрелять дважды. Ну и, конечно, у них второй апрелл. Второй апрелл это хорошо, но, как бы, скорят они точки тоже не акти. Их перескорить достаточно легко. Итого, окончательный вердикт, что с сестрем тишины можно найти определенное применение в команде Талоновых императоров, но не то, чтобы они необходимы. Четыре куста зачастую оказываются более эффективны. Вот. И самое главное, сейчас скажу, потому что я забыл это сказать до этого, сестры тишины уже позволяют противнику делать на вас секунды с шоу, потому что у вас много моделей. Вот. По результатам каких-то турниров, четыре куста пока показывают самые лучшие КПД против всего. Но тем не менее, как я уже упомянул, сестрем тишины тоже можно найти неплохое применение. И на этом наш короткий обзор стадионцев в киллтиме подошел к концу. Если вам понравился данный формат и данное видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и возможно даже рассказать о видео своим друзьям. Если это видео наберет сейчас придумаю 20 лайков, то я сделаю видео под названием о каждой фрекции в киллтиме всего за 25 минут. То есть мы прибежимся как бы по всем фрекциям киллтима в одном ролике 25-минутном. Если вам это интересно, то пожалуйста ставьте лайк. Также пишите какие-нибудь свои комментарии, если вы с чем-то не согласны. Или допустим вы хотите что-то добавить. Или я где-то что-то не так понял. Если вас продолжают интересовать кусты, то вы можете заценить соответственно айпоит на нашем канале, где я играю против гвардии и последнее видео о моем походе к усыдянцами на турнире Молот Севера, где я и занял третье место из девяти. Как-то так. В общем, спасибо, что были с нами. Это был канал A Handful of Boys. Всем удачи, всем пока.